Ходи Чупан главный неудачник в истории бодибилдинга? Вполне возможно, и вот почему. Начнем с того, что культуризм субъективен и неоднозначен вплоть до самых своих основ, и в соответствии условным критериям, как показывает практика, далеко не гарантия победы. В свое время чертовски хорош был Кевин Леврони, должен был побеждать на Олимпии Шон Рэй, пожалуй, что лучше травмированного Дориана на его последний Олимпий смотрелся Эльсон Батти, и так и остался без титула бодибилдера номер один Флекс Уиллер. Они в своем роде неудачники, в том смысле, что при безусловном таланте и отменной подготовке попадали на эры доминирующих соперников, которым, помимо прочего, благоволили судьи. Впрочем, вы это все уже не раз слышали, к ним я возвращаться не буду, но похоже, что список условных неудачников пополнился еще одним именем уже атлета современного, а именно Ходи Чупана, проблемы которого отнюдь не в форме. Но прежде, полезная информация для тех, кто хочет стать персональным тренером и работать в индустрии фитнеса. Давно хотели получить базу знаний по анатомии, физиологии, биомеханике, диетологии, биохимии и спортивной медицине? Колледж Вейдера приглашает на курсы инструктор тренажерного зала, инструктор групповых занятий, персональный тренер и спортивный нутрициолог. Занятия проходят в Москве и Питере, также возможно дистанционное обучение, но главное, учебная программа аккредитована IBB и диплом колледжа дает возможность работать и в России, и за границей. Больше информации по ссылкам в описании. Германия, Кёльн. Весна этого года. Крупнейшая в мире фитнеса выставка FIBA. Помимо прочих атлетов, я решил пообщаться и с Ходи Чупаном, который навел шороху в прошлом году в Южной Корее в дуэли с Флэксом Льюисом. На FIBA Ходи стоял на стенде Хани Рэмбо, до которой ранее тренировал Катлера, а ныне работает в том числе с семикратным мистером Олимпия Филом Хитом. Повезло, что Рэмбот смог выступить в том числе в качестве переводчика, а потому немного эксклюзива для вас прямиком из Германии. Мы с Ходи вышли на звязь около полугода назад, он хотел, чтобы я курировал его подготовку, и мы пришли к выводу, что это хороший вариант. К моменту нашего разговора я уже слышал о нем, что он настоящий пахарь в зале и что работает железом, словно бешеный зверь. А это значит, что мне не нужно будет его подгонять, потому что он и без того достаточно мотивирован, и это очень важно. Плюс Ходи также искал варианты спонсорской поддержки, мы договорились, что бренд Evagen Nutrition поможет ему в этом, а значит, мы сможем вывести его форму на новый уровень. Американской визы у него пока все еще нет, мы стараемся найти варианты для ее получения, поверьте, это крайне тяжело, но тем не менее мы работаем над тем, чтобы как можно быстрее обеспечить ему возможность посещать Соединенные Штаты. Но на мой вопрос о конкуренции с Флэксом Льюисом Ходичи своего тренера ответил следующее. Ходи говорит, что он очень уважает Флэкса Льюиса, это правда, он уважает его как действующего чемпиона, которого, конечно, сложно обойти. Но в прошлом году в Южной Корее Чупан был уверен, что его форма и кондиции были лучше, чем у любого из его соперников. Противостояние было очень плотным и упорным, в итоге победителем стал Флэкс, это решение судей, хорошо, но Ходи был очень рад, что ему удалось выставить настолько качественную форму, которая вполне могла принести ему победу. При этом, как тренер, я понимаю, что он может выступить и в открытой категории, но, как по мне, он особенно хорош именно в дивизионе до 212 фунтов, и акцент мы будем делать именно на него. Ну и, наконец, комментарии Хани насчет их с Ходи, планов на будущее. На данный момент я отслеживаю его прогресс по фото и видео, также здесь, в Германии, мы вместе потренируемся, обсудим детали техники и то, как можно придать его мышцам еще больше, знаете, трехмерного эффекта. При этом Ходи фантастически сильный атлет, с учетом, сколько он может поднимать при его собственном весе, он, возможно, чуть ли не самый сильный культурист в мире. Он не только, скажем, приседает с огромными весами, но при этом садится очень технично и, главное, очень глубоко. Но мы все же немного изменим его технику, чтобы сделать его мышцы еще более впечатляющими, более объемными. Он уже очень хорош, но станет еще лучше, и все благодаря его трудолюбию и самоотдаче. Итак, согласно западным источникам, у Рэмбо да и Чупана были большие планы на Ванкувер Про, но похоже, что с визой в Канаду у иранца тоже не срослось, а потому он выступил на прошлых выходных на Про-турнире в Португалии. Ходи заранее считался безусловным фаворитом, и хотя Николас Валью продолжает прибавлять, это была, выражаясь термином по мотивам прошедшего чемпионата мира по футболу, игра в одни ворота. Чупан был явно лучше, но не только на фоне Николаса. Понятно, что дело в освещении и в иллюзии, конечно, фото и видео не всегда показательны, но Чупан выставил форму какого-то нового уровня, как для категории до 212 фунтов, причем это была, кстати, его первая победа в Про-дивизионе. Отменное качество, прогресс в контроле мышц пресса, ну, по крайней мере, исходя из кадров, которые у нас есть в доступе, но главное, поразительные объемы, как для атлета, который на взвешивании должен быть не тяжелее 96 килограммов. Да, пожалуй, он не эстет в классическом понимании слова, но ему не чужды пропорции и вакуумы, плюс это все же именно бодибилдинг, просто с весовым ограничением. При этом рост Чупана 167 сантиметров, не самый низкий, как для этого дивизиона, у него также есть слабые места, и тем не менее он каким-то образом ужимается для взвешивания, чтобы после наполниться и давить соперников на сцене. Ну а теперь логичный вопрос, как с его отменной формой вяжется звание неудачника, больше того, главного в истории бодибилдинга, хотя, разумеется, это лишь мое мнение. Проблема ходи не в том, что его главный, единственный достойный соперник, уже пятикратный чемпион Олимпии Флекс Льюис, скажем, гораздо лучше него. У Флекса есть, безусловно, сильные стороны, мне ли его фанату не знать об этом, но противопоставить что-либо подобным объемам все же непросто. В Корее суди присудили победу Льюису, и ладно, ходи бы обеспечил себе достойный реванш, только вот возможности для этого у него, скорее всего, уже не будет. Флекс заявил, что завершает выступление в легкой категории в этом году и нацелен побороться в открытой. И это отдельная история, я к ней еще вернусь. А Чупан? Ну что Чупан? Он был бы просто неудачником, человеком, которому не повезло, если бы он был лучше по форме, а его бы, скажем, просто засуживали. Так бывало в истории, это не новость. Но одно дело, когда атлеты попадают на эры великих соперников, и совсем другое, когда они попадают на срок избрания сомнительных президентов. Дональд Трамп подарил сообществу полно поводов недолюбливать себя, он изменил до 70% законов, действовавших при бараке Обаме, но именно его добро на санкции и запрет на въезд в Штаты, в том числе для всех жителей Ирана, вне зависимости от рода их деятельности и цели визита, делает Хадди, как по мне, главным неудачником в истории бодибилдинга. Он не проигрывает на Олимпии по форме, он не проигрывает и за судейство, он, в принципе, туда не может попасть, потому что его пик как раз совпал с периодом правления Дональда Трампа и запретом на въезд. И только вдумайтесь, что может быть хуже для атлета, даже не поражение, а именно неспособность показать свою форму миру со сцены главного турнира, где он вполне бы мог победить и стать номером один в рейтинге. Кто знает, возможно, хоть и маловероятно, ситуация изменится, и Хадди сможет выступать в Штатах, но пока его перспективы как атлета скорее туманны. Прямая квалификация на Олимпии у него есть, участвовать он при этом на ней не может. Но делает ли его это главным неудачником в истории культуризма? Мне интересно услышать ваше мнение. Делитесь с мыслями в комментариях и подписывайтесь на мой канал, ведь новые выпуски уже на подходе. Как всегда, всем спасибо за просмотр и оставайтесь с Джооби Ченнел. Субтитры создавал DimaTorzok